Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня я хочу вас познакомить с очень интересной и популярной техникой декупаж. Но прежде, чем мы начнем с вами декорировать сегодняшний предмет интерьера, где я вам очень все подробно и пошагово объясню, как же, собственно говоря, с помощью декупажа вы можете преобразить свои предметы мебели, да, в общем-то, и другие вещи обихода, мне, конечно, хотелось бы сначала познакомить вас немного с историей у этого достаточно интересного вида декорирования, но и, впрочем, конечно, я обязательно вам расскажу, какие материалы вам понадобятся в работе, какие лучше, какие хуже и где их можно приобрести. Итак, немного истории. Что же такое декупаж? Наверное, вы и сами можете догадаться, что слово это французское. И действительно, с французского языка это слово переводится как «вырезать». Ну, в общем-то, достаточно дословный перевод. В чем же заключается данная техника? Дело в том, что любые изобразительные мотивы, которые могут быть напечатаны на ткани, дереве, коже, а также бумаге, тщательно и скрупулезно вырезаются, а затем приклеиваются или прикрепляются каким иным способом на предметы обихода. Причем эти предметы обихода могут быть самые разные. Это может быть мебель, посуда, ткани и даже одежда. Когда же возникла эта очень интересная техника декора? Вообще, первые сведения о декупаже встречаются у нас в 15 веке. Вот представьте себе, наверное, многие из вас считают, что техника декупаж – это очень современное, модное течение. Но вот мы можем сказать, что ему уже много-много сотен лет. В 15 веке впервые о нем встречаются упоминания об этой технике. И, как ни странно, это связано было не с Францией, а с Германией. Хотя наибольшего расцвета, как потом уже я вам сейчас расскажу, эта техника возникла во Франции. И поэтому все это направление декора называется именно французским термином. Но, тем не менее, вот Германия, первое упоминание, 15 век. Потом очень популярной техникой декупажа стала Венеция в 17 веке. Дело в том, что в этот период, в 17 веке, были очень популярны, именно в Италии, особенно в Венецианской республике, привозная дорогостоящая восточная мебель с восточной же инкрустацией. Тогда везли из Китая, в первую очередь, знаменитые ширмы, украшенные лаковые панели. Но, конечно, такой предмет интерьера был крайне дорог, поэтому не все могли себе позволить. И искусные венецианские мастера-мебельщики начали изготовлять, ну, говоря современным языком, подделку под дорогостоящую, как раз, восточную мебель. И для этой техники они как раз использовали напечатанные, либо изготовленные каким образом другим, как раз те же самые мотивы, которые не инкрустировались в саму структуру дерева, ну и, соответственно, в мебель, а наклеивались. Потом вся эта мебель покрывалась достаточно большим количеством лака в несколько слоев, и лак вскрадывал то, что рисунок приклеен. И действительно казалось, что мебель по-настоящему инкрустирована. Такая мебель также была очень популярной. И, кстати, в Италии тогда появилось даже не второе название, вот такой подделанной под дорогостоящую мебель. Эта мебель называлась арта павера, или, что в переводе с итальянского, искусство для бедных. Ну, надо сказать, что тоже особо дешевыми эти предметы интерьера не были, но, тем не менее, их мог себе позволить более широкий круг потребителей. Однако, наверное, наибольшего расцвета техника докупажа как раз достигает во Франции. И это случилось во время правления Луи XVI и его супруги Марии Антуанетты. Тогда действительно, пожалуй, весь французский двор был увлечен этой новомодной техникой. Более того, сама Мария Антуанетта в качестве рисунков использовала не салфетки, не кружева, как это тогда было, кстати, популярно, кружева наклеивать на мебель, а использовала картины очень тогда известных художников Антуана Вато и Франсуа Буше. Может быть, если кто-то из вас немного знаком с историей искусств, действительно вспомнит, что Вато и Буше – это невероятно известные мастера того периода. Их полотнами ныне украшен лувр, а тогда полотна этих художников также размещались и в Лувре, и в Версале, и в многочисленных дворцах французской знати. Но Мария Антуанетта могла себе позволить купить картину у художника, вместо того, чтобы повесить полотно целиком на стену, вырезать, например, из него амурчика, либо букет роз и приклеить на мебель. Чаще всего, кстати говоря, тогда украшалась техникой докупаж мебель. К сожалению, таких предметов интерьера с времен Марии Антуанетты дошло до нас очень-очень мало. Эти работы не уцелели во времена французской революции, потому что, как известно, царствующие особо были казнены, а их резиденции Лувр и Версаль тогда были достаточно безжалостно разграблены, и многое сожжено. Сейчас, когда мы посещаем эти музеи, конечно, мы восхищаемся обстановкой того периода, но это плюс к тому плод и реставраторов современных. Так что вот достаточно мало, к сожалению, сохранилось этих работ. Но эта техника была настолько популярна, что сейчас французское слово «вырезать» как раз вошло в наш современный обиход. Но, надо сказать, и после Франции эта техника не сошла на нет. Мы можем привести в пример Англию XIX века. Викторианский стиль. Наверное, многое, что можно вспомнить о викторианском стиле. Это и прекрасные литературные произведения, знаменитые обои в полосочку и в мелкий цветочек. Но, кроме всего прочего, в XIX веке, во времена королевы Виктории, в Англии была очень популярна эта техника. Только тогда уже чаще всего стали использоваться бумажные носители. И действительно, продавались в магазинах так называемые докупажные карты. Ну, наверное, они были похожи и на современные. Особой популярностью пользовались карты с изображением пасторальных цен, розочек, амурчиков и так далее. И действительно, люди скрашивали свой досуг тем, что вырезали эти прекрасные картинки и также их наклеивали на предметы обихода. Потом в Америке эта мода была достаточно популярна. Уже в начале XX века, где-то между Первой и Второй мировыми войнами, вся Америка была очень сильно увлечена этой техникой. Ну и вот, наконец, Россия. Вообще, в Россию эта техника проникла, если можно так сказать, достаточно поздно. Наверное, мы можем сказать, что в начале XX века, особенно широко с докупажем, мы познакомились. Но, тем не менее, мне кажется, что нельзя назвать докупаж каким-то сиюминутным модным течением и модным веянием. Действительно, как вы видите, в разных странах периодически возникали вот эти тенденции, когда мебель украшалась в стилистике именно ручного художественного творчества. Конечно, сейчас можно по-разному относиться к этой технике. Кто-то ее принципиально не использует, говоря, что это просто новомодное течение. Но я надеюсь, что после моего небольшого исторического экскурса у вас это впечатление немножко развеялось, и вы не будете слишком поверхностно относиться к этому. Вообще, теперь мы перейдем к такому моменту, как что же сейчас предлагает современный арт-рынок для докупажа. Какие возможны техники, что чаще всего используется, где можно купить предметы, ну и так далее и тому подобное. Вообще, сейчас, конечно, если вы зайдете в художественный салон, вам предложат в первую очередь бумагу различных сортов. Я сейчас расскажу, какую, на которой напечатаны различные рисунки. Вы их вырезаете и приклеиваете. Но, как я уже сказала, это лишь, ну, там, я не знаю, может ограничить вашу фантазию. Вообще, докупаж – это изначально приклеивание любого рисунка, ну, в том числе, например, это могут быть и кусочки ткани, это могут быть кружева, это может быть тиснение на коже и так далее. В общем-то, все, что придет вам в голову, любая творческая инициатива, на самом деле, в этом виде декора только приветствуется. Но, однако, я расскажу все-таки о классическом декоре, и мы вот сейчас такую незателевую табуреточку попробуем превратить, ну, сделать ее, по крайней мере, чуть-чуть интереснее, чем она есть на самом деле. Чаще всего сейчас для докупажа используется так называемая техника салфеточная, а также техника рисунков, напечатанных на так называемой рисовой бумаге. Что из себя представляют салфетки? Вообще, салфетки вы можете покупать, как и в художественных салонах, они там продаются поштучно. Ну, цены, как вы понимаете, везде разные, поэтому я их озвучивать не буду. Единственный вариант таких салфеток, в принципе, они ничем не отличаются от обычных салфеток, которые вы можете положить на стол на обеденной, и ими можно пользоваться по прямому своему назначению. Единственное, что должна быть очень качественная полиграфическая печать, а также салфеточки должны быть многослойные. Многослойных салфеточек как раз обеспечивает нам качество полиграфической печати. Поэтому, в принципе, такие салфетки продаются и просто в магазинах продовольственных, или там промтоваров, я не знаю, только они продаются там уже упаковкой по 10 штук. Ну, а в художественных салонах часто владельцы покупают большой ассортимент и продают поштучно. Конечно, продают дороже. Также существуют специальные, как раз докупажные карты, как они называются, напечатанные на специальной бумаге. Обычно это бумага риса. Вот я сейчас переверну лицом вверх. Здесь могут встречаться совершенно разные рисунки. Ну, вот сегодня мы будем декорировать нашу табуреточку розами, поэтому просто я подобрала именно такие рисунки. А вообще там печатаются и картины очень известных художников, и орнаментальные полосы. В общем, все, что вы хотите. В данном случае, в чем плюс данной бумаги? Здесь можно не так скрупулезно вырезать рисунок. Рисунок может быть более тонкий. Дело в том, что после того, как вы приклеиваете рисовую бумагу, она становится почти прозрачной, и поэтому какие-то неточности вырезания, они исчезают. Вот, наверное, плюс. Хотя, конечно, рисовая бумага, как вы понимаете, стоит дороже, чем салфетки. Ну, плюс к тому, существуют еще и докупажные карты, которые напечатаны на плотной полиграфической бумаге. Такое тоже бывает. Пусть вас этот момент как-то не смущает. Просто такая полиграфическая бумага, прежде чем ее приклеивать, она на буквально несколько секунд, на 5 секунд, опускается в небольшую емкость с водой, чтобы бумага немножко стала более мягкой. Вот, собственно говоря, и все. Ну, плюс к тому, как я уже говорила, это ткани и, там, я не знаю, какие-то кусочки, там, я не знаю, других предметов, все, что можно использовать. Приклеивается. На какую же основу мы это клеим? Да, самое главное. Существуют, опять-таки, в художественных салонах специальные лаки, либо клей для докупажа. Они так и называются, лак или клей для докупажа. Ну, вот они бывают разные. Вот здесь, например, написано для ткани. Бывает просто такой универсальный клей. В принципе, в его основе, в основе этого лака или клея для докупажа, лежит ПВА. Мы все прекрасно знаем, такой клей ПВА, он продается в любом канцелярском магазине. Впрочем, можно клеить и на клей ПВА, на самом деле ничего не случится. Единственное, что просто специальный докупажный клей, кстати, его производят как российские, так и иностранные производители. Впрочем, на мой взгляд, они одинаковы по своим качествам, поэтому вы можете приобретать такой, какой вам понравится. Но все-таки там, как бы сказать, более однородная консистенция. Вы знаете, клей ПВА, он иногда бывает слишком жидкий или густоват, и можно не угадать. Просто салфетка иногда от слишком густого клей может рваться, и так далее. А докупажный лак или клей, он, ну, больше, лучшими вяжущими свойствами, обладает лучшей адгезией. Так что поэтому лучше на первый раз, если вы еще ни разу не делали предметы интерьера в технике докупаж, использовать профессиональный клей. Вам так будет действительно легче и лучше. Хотя потом можете перейти и на ПВА. В общем-то, это вот такая достаточно простая наука для ткани. Как я уже сказала, есть специальный клей для ткани. Он позволяет даже стирать. Ну, честно говоря, наверное, сильных стирок он не выдерживает. Но, тем не менее, производители, по крайней мере, заявляют об этом. Но, естественно, все эти красивые цветочки, розочки, амурчики будут смотреться не просто на обычной основе, а, естественно, основа как-то должна быть задекорирована. Да, согласитесь, изначально не просто масляной краской покрасим буфет и приклеим туда что-то. Поэтому чаще всего техника докупажа идет с такой техникой, как шибишик. Мы с ней уже немножко знакомились, если вы помните. Мы там рамочку декорировали как раз в этой технике. Но там мы терли основу воском, затирали, а потом наждачной бумагой. Сейчас же я вам расскажу, что еще очень популярно сейчас делать технику шибишик с помощью специальных кракелюрных лаков. Ну, так он и называется, лак кракелюрный. Они тоже продаются в различной таре, тоже есть российские производители, иностранные. Но, в принципе, здесь каждый, мне кажется, находит какой-то оптимальный вариант для себя, потому что суть заключается в следующем. Вы сначала открашиваете поверхность в какой-то один цвет, он высыхает. Вы наносите лак тонким слоем, он тоже высыхает. Сверху вы наносите еще один слой краски. И вот верхний слой краски трескается. Образуются такие трещины под старину, как мы сейчас с вами сказали. И вот, соответственно, в трещинах виден, например, слой краски, который лежит под низом. Лаки, они различаются в первую очередь по характеристикам трещин. Там есть трещины медиум, максимум, то есть они либо широкие, либо узкие получаются и так далее. То есть вы выбираете, исходя из тех эстетических свойств, которых вы хотите добиться. Ну, в общем-то, наверное, пока что основное я вам сейчас рассказала. Из того, что вам может потребоваться, естественно, акриловые краски, которыми мы задекорируем нашу с вами поверхность. Ну, вообще, в принципе, докупаж клеится почти что на все. Главное, чтобы поверхность, в принципе, была обезжирена, и чтобы на ней не было пыли. Это, наверное, очевидно, да, потому что тогда клей лучше схватится. Ну, а сейчас мы с вами как раз приступим к тому, что сначала нашу с вами табуретку покрасим в розовый цвет. Вот, собственно говоря, покраска. Ну, мы не всю, конечно, будем покрасить некоторые места, на которых, собственно говоря, и будут трещины. Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей части. Ну вот, нужные места на табуретке мы покрасили розовым цветом, теперь она должна немножко высохнуть. Когда она высохнет, мы будем с вами уже покрывать ее специальным кракелюрным лаком. Кстати, уважаемые телезрители, у вас наверняка возник вопрос, почему мы использовали, например, те или иные цвета, когда замешивали колер для верха табуретки. Я использовала розовый, однако к нему добавила немножко золотого. В принципе, конечно, можно было использовать и просто розовый цвет из баночки. Однако, когда к основным цветам мы добавляем, например, розовый, серебряный или перламутровый, иногда это, ну скажем, иногда получается дополнительный какой-то визуальный эффект. Скажем, темно-золотая краска, ну она достаточно темно-золотая у нас, да, прибавленная к розовой, она придает оттенку некий эффект благородства и старины, потому что так розовый цвет иногда бывает слишком яркий. Вот таким вот образом, да. В принципе, золотые, перламутровые и прочие краски достаточно свободно смешиваются, если мы говорим именно об красках акриловых. Если же вы, например, акриловые краски будете смешивать с какими-то другими, то здесь, к сожалению, я вам более подробно вряд ли что-то могу рассказать, потому что в каждом отдельном случае надо пробовать. Действительно, не все мы знаем о том, из каких химических элементов состоит та или иная краска, потому что любая краска – это краситель, а также основа, в которой он, собственно говоря, растворен. В данном случае акрил – это акриловая искусственная смола, да, там темпера – это, например, поливинилая, ацетатная смола, поэтому, например, темперные краски достаточно свободно смешиваются с акриловыми. А вот такие краски, как обычные водорастворимые, например, гуашевые, в принципе, с акриловыми красками смешиваются. Но, тем не менее, всегда надо смотреть, потому что не каждый краситель с каждым смешивается, поэтому лучше использовать краски, конечно, состоящие из, ну, как бы из одной семьи, что ли. Хотя вы можете спокойно смешивать, например, акриловые краски разных производителей. Это вполне допустимо, в общем-то, тут ничего такого не происходит. Ну и, конечно, прежде чем наносить цвет на уже готовые изделия, которые вы собираетесь декорировать, всегда смешайте его на палитре, где-нибудь открасьте небольшой кусочек, можно даже на листочке бумаги, и посмотрите, как цвет будет выглядеть после высыхания. Дело в том, что акриловая краска, как, впрочем, и многие другие краски, они после высыхания могут менять свой цвет. Поэтому будьте внимательнее. Иногда на палитре будет одно, а после высыхания она, например, станет темнее, ярче, тусклее или глуше. И результат вас может не удовлетворить. Так, следующим этапом в нашей работе будет нанесение кракелюрного лака. Что мы для этого делаем? Берем, собственно говоря, наш кракелюрный лак. Желательно, конечно, чтобы лак не портился, небольшую порцию отлить в какую-нибудь емкость, на палитру, в пластиковый стаканчик или еще что-то. Потому что в любом случае на кисточке могут быть какие-то волоски, ну, в общем, какие-то кусочки пыли, грязи, и все это, попадая в лак, конечно, лучше его не делать. Тем более, что все средства, они достаточно дорогостоящие, и, конечно, портить их не хочется, согласитесь. Как наносим? Берем обычную кисточку плоскую, синтетическую. Лучше вообще синтетические кисти использовать, они дешевле, ну, и не так портятся. Потому что натуральный волос, конечно, он от всех этих лаков, красок активных, он портится. И на выбранные участки наносим равномерно, ну, достаточно тонким слоем. Обращаю ваше внимание, что лучше, конечно, наносить все это в одном направлении. Наносим достаточно аккуратно, чтобы не было каких-то очень толстых и густых потеков. Кстати, чем аккуратнее вы нанесете крокелюрный лак на основу, тем, в общем, четче и лучше у вас получатся трещины. Вообще, я не только вот так в рамках телекурса веду технику декупажа, но еще, конечно, у меня есть и обычные занятия. И достаточно часто, просто самый яркий пример ошибок студентов, я вам сейчас его озвучу, это когда лак наносится неаккуратно. И потом у студентов получаются не очень эстетичные трещины или вообще трещины получаются. Они спрашивают, почему так произошло. Ну, это бывает, если вот так не уследишь во время работы. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательней. Тонким ровным слоем аккуратно наносите. Вообще, суть действия такого односоставного, как его еще иногда называют, крокелюрного лака заключается в следующем. После высыхания на этом лаке образуется такая некая пленка, которая не дает пигментам краски, которую мы кладем сверху, сцепляться хорошо с основой. И краска, ну, представь себе, как бы на маслянистой поверхности слегка разъезжается. Вот в этом самое и главное действие крокелюрного лака. Поэтому, когда вы неаккуратно наносите, вот эта пленка, она может не очень хорошо образоваться сверху. И уж тем более, когда ваш лак будет сохнуть, вы, пожалуйста, не надо сильно его трогать руками, потому что проверить, высох он или нет, можно пальчиком аккуратно с краешку, естественно, да. Ну, и так это на самом деле тоже будет заметно. Когда нужно будет наносить уже следующий слой краски? Вообще, на любой баночке любого производителя вы прочтете, что лак будет готов принять следующий слой краски, когда слой высохнет. Но здесь главное не передержать, потому что если он высохнет слишком сильно и слишком хорошо, то трещин тоже не образуется. Обычно в обычных условиях домашних при нормальной температуре он сохнет где-то от 5, ну, в районе 5 минут. Может быть, чуть больше, зависит от толщины слоя. Ну, может быть, иногда минут 10, это максимально. Потом, в принципе, уже можно начинать накладывать дальнейшие слои, хотя, в принципе, можно класть и на непросохший лак. Это тоже образует очень интересные такие каракелюрные эффекты, но для этого вам, конечно, уже потребуется опыт и практика, потому что это уже дело такое очень сложное и серьезное. Однако сейчас время нашей лекции как раз подходит к концу. Наша табуретка сохнет, конкретно сохнет каракелюрный лак, поэтому мы сейчас прерываемся. Однако в следующей нашей телепередаче мы с вами будем продолжать декорировать наш предмет интерьера. Ну, а на сегодня до свидания.